Всем привет! Наконец-то мы нашли детскую площадку с вот таким вот классным видом. Сейчас я саму детскую площадку покажу. Здесь, конечно, очень мало всего, так как мы далеко от города. В плане детской площадки она единственная, которую мы нашли. Я даже по картам смотрела. Сейчас покажу, какая она. Так, здесь вот Кристинка катается на качеле. Здесь дома. Да, вот горка, у которой нет ступенек. И поэтому Каролине очень тяжело на нее залазить. Мама, снимай там вес, езжай. Давай. Да, минимум песка, как я люблю. В основном здесь трава или коктырса, или что это. Так, ну там еще есть песочница. Я уже просто закрытыми глазами терплю. Ненавижу песок, когда это все в квартире. Детей, дай мне лошадку. Большая территория. Но, по сути, играть-то негде и не с чем. Детей, кстати, мы здесь уже две недели ходим и днем, и вечером на эту детскую площадку. Но я ни разу не видела здесь детей. Вообще никаких. Ни маленьких, ни больших. И сегодня я получила карточку в магазине, телефонную. И здесь безлимитный интернет и безлимитные звонки. Сегодня получилось мне перевести с таблички правила этой детской площадки. И здесь, оказывается, можно играть детям, начиная от шести лет. Ну, думаю, ничего страшного, если Каролина здесь играет. Я думаю, они не настолько здесь все правильные. Да, королюшка? Особенно, если реально больше негде гулять. Но вид здесь, конечно, шикарный. Посмотрите. Здесь есть забор, чтобы дети не побегали, так как здесь большой спуск. А вон там горы. Ну, как горы. И там массово сейчас вырубываются деревья, так как они были летом повреждены караедами. Я уже в прошлом видео рассказывала. И вот многие холмики, такие лысые, могут попадаться. Также здесь, в этом поселке, знают себя, не знают. Обязательно каждый поздоровается, скажет «Халло!», то есть «Привет!». И пойдет себе дальше. В основном здесь я вижу пенсионеров. Так как это за городом. Либо с очень маленькими детьми на колясках. Но в основном пенсионеры. В машинах, водителей. В основном люди преклонного возраста. Уже 60-80. Прям очень старые. Прям на кабриолетах. Молодых я практически не вижу людей. Возможно, их в центре больше. Так что вот такие вот у нас дела. Все у нас хорошо. Мы понемножку привыкаем. Когда? Скоро поедем на днях в банк. И мне откроют счет, чтобы деньги, которые я получаю раз в месяц, приходили мне на счет. А сейчас, в данный момент, мне выписывают чек. Я должна идти с этим чеком в банк. В банке все не разговаривают на русском. То есть это на украинском. Это проблематично. Потом каким-то образом получить эти деньги. А так у меня будет карта, на которую можно спокойно этой картой рассчитываться. Также можно украинской картой рассчитываться. Допустим, мне приходят детские деньги. И я спокойно могу рассчитываться о ней в магазине. И оно автоматически переводит на евро. Конечно, если с такой карты снимать деньги, какой-то там будет процент. Но если просто скупиться в магазине, то все будет хорошо. Никакие проценты он с тебя не попросит. Так что понемножку обживаемся. Понемножку учим язык. Язык тяжелый. И я поняла, что английский, оказывается, я знаю очень хорошо. Так как в основном я разговариваю здесь на английском языке. И слава богу, что однажды я хоть немножко выучила этот язык. И теперь хотя бы как-нибудь могу с ними общаться. Потому что без языка, без знания языка здесь очень тяжело. Они не понимают тебя, ты не понимаешь их. Поэтому кто собирается в Германию, учите язык. И тогда будет намного проще. Так, а еще рядом с детской площадкой мусорные баки вот этих вот домов. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, кусты. Повсюду кусты. Если зайти, то у каждого свой определенный бак. И все это красиво. Так, в принципе, и не видно. Так-то вот зеленые кусты возле детской площадки. Нигде нет мусора. Вот кусты. А вот бак, в который собирают ненужные вещи. Которые потом на помощь идут. Или как у нас. Потом это просто идет в наш секонд. Вот, вот такой вот он. Здесь я не знаю, что это за мусор. Здесь, правда, грязно. Это странно. Потому что я на них и шла. Здесь не было этого мусора. Ну, в общем, наш секонд. Все, что здесь, потом попадет в наш секонд. Хотя сейчас, когда пришло много украинцев, эта вся одежда, благотворительность идет именно украинским людям. Кстати, в Вердоле около... Вот этот город, в котором я живу, Вердоль. Около 70 человек, беженцев с Украины. И, господи, как его... Мэр этого города сказал, что останавливает прием беженцев, которым негде жить. Да, те, кому есть где жить, могут приезжать. А в основном заканчиваются... Уже некуда селить. А вон, смотрите, летит самолет. Здесь очень много самолетов. Они очень близко летают. Очень близко. И здесь постоянно самолеты. Так что я по поводу того, что мы приехали. Да, нам дали квартиру. И я надеюсь, что мы все-таки въедем в эту квартиру. Мы временно прописались... Спустя две недели мы прописались у моих родственников. Но нам дали квартиру. И надеюсь, 1 апреля мы сможем уже въехать в нашу квартиру. И тогда я покажу, какая же все-таки у нас там квартира. Так, наконец-то мы нашли нормальную детскую площадку. Так, здесь можно футбол играть. Дальше мотоциклы. Вот такая огромная сочница. А какой вид сзади красивый. Это город Вердоль. Недалеко от посольства, в котором оформляется статус беженца. Эта детская площадка, конечно, получше, чем та, на которой мы играли. Но у нас маленький поселок. Поэтому, что было, то было. Ой, Кристина, весь песок на тебя высыпался. Это какой-то экскаватор. Смотри, королюш. Смотри, надо рычаг вот поднимать. Вот, и загребать. Вот какая конструкция. Она тяжелая. Нет? Входа нету? Значит, а для деток постарше. Может? Ух ты! Экскаватор такой, смотри. Мама! Что? Ты нашла лейку? Да! Молодец! Оставляй ее здесь. Там так. Наконец-то у девчонок раздолье. Можно погулять. Здесь, возле детской площадки, сразу за детской площадкой, речка Вердоль. Так же она называется. Не хочешь на машине? Не хочешь на машине? А там дальше, вон еще какая прикольная качелька. Там, где мальчик катается. А туда на качелю хочешь? Туда на качели хочешь? Ну иди туда. Выбирай, куда хочешь. Не, там, видишь, закрыто. Я не знаю. Эти? Ну и беги туда. А вот сразу возле детской площадки, за забором, и это очень хорошо, что за забором дети не выглядят, сразу вот речка. Очень большая детская площадка. Классно. Там дальше и футбольное поле. Можно и посидеть, и пикник сделать. И там дальше дорога. Не получилось? Давай еще раз попробуй. Дедушка подержит, а ты запрыгивай. О, молодец. И ты хочешь? Все, слазь. Оттуда оттолкнулось. Можно толкать? Оттолкай вот так. Колечка, потолкни меня туда. Оттолкни меня туда. Давай, я тебя потолкну. Не получится. Держись, держись. Все, я тебя потолкала. Каролина, отойди. Стоп. Иди сюда, Каролина. Сейчас и ты будешь, Каролина. Я. Тебе понравилось? Каролина. Держись, держись. Нет, ты ее руками все? Ну все, пусть слазит. Все, ты хотела с мамой? Да. Ну сейчас будешь с мамой. Молодец, получилось у самой запрыгнуть. Сейчас и ты будешь запрыгивать. Будь здорова. Молодец. Стой, Каролина. Снимаем, называется это, гуляем. Приехали на такую детскую площадку и гуляем так. Так. Самый захватывающий момент. Раз, два, три. Доехала. Вы такие быстрые. Я могу вас немножко словить. И поехала до самого конца. Мне тоже это нравится. Пацану. Вот там, где она сейчас оставилась. Там нужно и скатываться туда. Так, ловлю катыш. О-о-о-о-о-о. По катушке. И до той такой синий, это, нужно доезжать, и то почти до синей, то маленькая такая штучка, то до нее и доезжаем. И вот там тоже. То нее и доезжаем. Можно. Какая чистая вода, да? Да. Точно? Так, тут не рыба, Кристин. Сразу возле детской площадки. Прям все дно видно, да? А там утонул какой-то знак. Светофора. Так. Вот в этом магазине с красной надписью этот магазин похож, как наша Аврора. Купили мячик за 1 евро. Это считается очень дешево. Так что, кто в Германии, смотрите. Во всех городах есть такие магазины. И здесь очень дешево. Покажи, какие мы тебе тапочки за 4 евро взяли. Да, можно дома ходить. Пошли, девочки. Также в том магазине. Покажи, какие мы тебе тапочки за 1 евро взяли. Покажи, какие мы тебе тапочки за 1 евро взяли. Покажи, какие мы тапочки за 1 евро взяли. Покажи, какие мы тапочки за 1 евро взяли. Покажи, какие мы тапочки за 1 евро взяли.